Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловна. Охотники за деньгами, нападение на инкассаторов в Одессе, есть пострадавшие. Кого подозревает полиция? В реальных условиях зачем львовские пожарные объявили тревогу? Волна убийца. Почти 400 человек стали жертвами стихии на Индонезийском пляже. Сдай пять. Правда ли, что королева Елизавета приветствует публику искусственной рукой? Нападение на инкассаторов в Одессе накануне вечером неизвестные с оружием ограбили машину, которая забирала выручку из пункта обмена валют. Все произошло на улице Софиевской, прямо в центре города. Грабители подъехали на иномарки, обстреляли из пистолетов экипаж инкассаторской машины, забрали сумку с деньгами, в ней было более трех миллионов гривен, и скрылись. Все это произошло за считанные минуты. Двое мужчин получили ранения. Один из них до сих пор находится в реанимации. Он без сознания, потерял много крови, поскольку повреждена бедренная артерия. Сейчас полиция ищет нападавших. Пострадало два сотрудника частной фирмы, которая занимается инкассированием частных пунктов обмена. Ранение обоих сотрудников у одного в пятку, у второго в бедро. Преступники двигались на автомобиле иностранного производства. В городе в настоящее время введена план «Сирена». Российский след. В Запорожской области СБУ провела масштабную спецоперацию. Задержания и обыски прошли в трех районах. Мелитопольском, Бердянском и Приморском. В пуль зрения спецслужб попали криминальные группировки, которые курировали российские воры в законе. Они планировали целую серию тяжких преступлений, убийства, грабежи. Это должно было обострить ситуацию в регионе. Во время операции у подозреваемых изъяли оружие, автоматы Калашникова, пистолеты, патроны, бронежилеты. Нашли также документы террористической организации ДНР, а в компьютерах нашли информацию, подтверждающую связь этих преступников с российскими кураторами. В общей сложности задержали 10 человек. Инновации, инвестиции, харьковские инициативы. Международный экономический форум под таким названием прошел в Харькове. В нем приняли участие делегации из 35 стран мира, 18 из них во главе с чрезвычайными и полномочными послами, в том числе и из стран Большой Семерки. Все подробности в материале. Харьков на один день превратился в бизнес-центр. В город съехались представители стран-лидеров в мировой экономике. США, Китая, Германия, Япония, Великобритания и Франции. В общей сложности более шести сотен участников. Крупные бизнесмены, промышленники и представители международных корпораций. Открывал форум президент Украины Петр Порошенко. По его словам, Украина наконец-то вышла из экономического и инвестиционного кризиса после прекращения сотрудничества с Россией. Я могу рассказать, как полную миру я відчув на себе, что означает российская экономическая война, российская блокада. Я не відкрию для вас Америку, что, если нагадаю, что я пришел у владу с бизнесом. И это было всем известно, когда мы не выбрали президентом. Окремая история. Липецкая кондитерская фабрика. За наказом Путіна, как актив, вона с первых дней агрессии была заарештована. Для чего? А чтобы ее не можно было ни продать, ни передать. И теперь я хочу, чтобы все почули. У Порошенко бизнеса в России нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, никакого іншого. Главная цель форума – увеличение инвестиций в Украину. Сейчас экспорт в страны Евросоюза составляет более 40% от общего количества. Благодаря нашим совместным усилиям мы смогли уже на этом этапе достичь таких существенных взносов в экономический рост страны. Но я думаю, что мы можем намного больше, особенно когда говорим о привлечении иностранных инвестиций. Украина, особенно город Харьков, они имеют прекрасные активы для развития. Будут обговорены вопросы о конкретном вкладе, а также подписании договоров, которые завантаживают предприятия, которые будут работать на экономику Харьковщины. Мы уверены, что инвестиционные пропозиции, инвестиционные договоренности, которые будут обговорены на этом форуме, дадут возможность вкладывания инвестиций, а от этого развития нашей территории и нашего региона. Во время форума подписали договоры на 6 миллиардов гривен. Президент подчеркнул, что крупные инвесторы верят в Украину, в том числе благодаря законам, принятым за последнее время. В частности, об иностранных советниках, о защите интересов собственников предприятий и едином окне для бизнеса на таможне. Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул, что Украина с западными партнерами имеет общее видение урегулирования ситуации на Донбассе. Президент уверен, миротворческая миссия снизит риски полномасштабной войны с Россией и откроет путь к политическому решению конфликта. Константин Рейдин, Елена Миндалюк, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. 13 раз боевики атаковали позиции объединенных сил на Донбассе. Стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Было неспокойно возле 10 населенных пунктов, в том числе в районе Крымского, Красногоровки, Широкиного и Авдеевки. Подробнее Игорь Левенок. Армейский внедорожник мчится вдоль линии соприкосновения. Окраины Авдеевки. Здесь скорость – это жизнь. Глаза противника в соседней лесопосадке. Стоит замедлиться, и машина превращается в отличную мишень. Проскочили. Нулевая позиция армейцев. Бойцы в окопах у пулеметов. Обстрел может начаться в любую минуту. Одного разу они больше работают по вечерям. Другого разу, может, в день, неочековано. Они четко знают, когда летают беспилотники БСЕ. В эти моменты они не работают никогда. Как будто им надают информацию. Нет тут никакого перемирия. Заезжают, танки ездят. А тут вот каждое утро, он там дефильтровальный, а там карьерис. Там слышно, как заводятся танки, как уезжают, как гусеницы тарахтят. Танки у них тут. Алексей Мачанкаладзе – позывной грузин. Уехал из Абхазии, которую оккупировали российские войска. С 94-го года живет в Харькове. В украинскую армию пошел добровольцем. Говорит, с общим врагом имеет давние счеты. Прошлось идти воевать. Там же тоже воевали. У меня там братья, сестры. Два брата у меня воевали, когда в Грузии, в Абхазии была война. Один брат у меня инвалид. Нету двух ног. А младший брат Алексея – Георгий в соседнем окопе. Пулеметчик. Говорит, так уж принято у грузин. Защищать родину идут все мужчины в семье, которые могут воевать. Друг за другом стоим и все равно будем стоять до последнего. А контракты подписали на сколько? Я на три года. Брат тоже на три. На днях Алексей заметил вражескую разведгруппу. Наемники пытались подобраться к украинской позиции. Георгий открыл огонь. Боевикам не поздоровилось. Они вышли, два человека. Но никто не заметил, что еще третий сидел там наверху. В верхней посадке он сидел. Эти два вышли, но там еще группа сидела. Я как раз был, ну, тут на глазах увидел. Нанесли огневый удар, тело упало. И как два человека, два, две люди тянули этого третьего за собой. Из Донецкой области Игорь Ревенок, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепет, подробности, телеканал Интер. Земельные проблемы ОТГ. В Запорожской области жители нескольких сел не могут присоединить земли, расположенные за границами населенных пунктов, к своей объединенной территориальной громаде. Сегодня с селянами встречался лидер радикальной партии. Земля – единственный ресурс, за счет которого ОТГ может развиваться. Поэтому она должна принадлежать жителям сел и фермерам, отметил политик. Сегодня, например, землями за межами населенного пункта, нет права распоряжаться, объединенная громада, а распоряжаются кадастри, районы, адміністрации. У меня вопрос, какие они имеют отношения к этому? Они за хабаре, им занесли чемодан Рошей, они таймно выдали распоряжение, раздербанили ту землю, ця земля не служит громаде. Поэтому я добиваюсь, чтобы принять закон, чтобы земли за межами населенных пунктов были в распоряжении ОТГ, объединенных территориальных громад, и чтобы никакие кадастри не блокировали. Более 30 европейских проектов, включая программы международной технической помощи, реализовали в Харьковской области за два года. В результате экспорт продукции харьковских предприятий в страны ЕС вырос на 40%. Об этом мы говорили во время встречи губернатора области Юлии Светличной и главы представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Менгарелли. Договорили, что ЕС и Харьков будут наращивать темпы сотрудничества и в дальнейшем. Говорили подальший план дей, мы имеем поддержку. Основные акценты сделаем на поддержке и развитии промышленных предприятий. Также программы, которые поддерживают маленький и средний бизнес и внутренне перемещенных людей. Медичная реабилитация участников и ветеранов боевых действий, а также учебные и безопасные программы и программы с энергосбережением. Партия Зеленых готовится к президентским выборам. На всеукраинской конференции эта политсила выдвинула своего кандидата и им стал депутат от БПП Сергей Рудык. По словам руководства Зеленых, нардеп давно сотрудничает с ними и не раз поддерживал законопроекты данной партии. Сам парламентарий поблагодарил коллег за доверие и попросил дать ему время для раздумья. Я благодарен партии Зеленых за выставленную пропозицию и за ту доверие, которую они мне выставили. Я обещаю очень серьезно и ретельно ее обмиркувать и вместе с ними, объединяя наши команды, подумать, как сделать так, чтобы и президентская кампания пришла достойно для партии Зеленых и в результате повернуть то, что давно уже в украинском парламенте. Там давно зашелся на фракцию партии Зеленых Украины. Учебная тревога. Во Львовской области студенты-пожарные учились тушить огонь в многоэтажках, причем в условиях, максимально приближенных к реальным. Все видел наш корреспондент Галина Якушко. Окраина города Яворев. Горит заброшенное здание восьмиэтажного дома. Его подожгли специально под контролем пиротехников. Двадцать машин спецтехники одна за одной подъезжают к горящему зданию. Около полусотни студентов Университета безопасности и жизнедеятельности разматывают рукава и подключают их к гидрантам. Живем в том будинку. Я на третьем, мне на четвертом. Пришел до меня в гости. А тут пожар. Потерпевших с верхних этажей спускают по пожарной лестнице, а тех, кто по сценарию пострадал, привязывают к специальным носилкам и по веревке спускают на землю. Тем, кто оказался на нижнем этаже, приходится прыгать прямо из окна. На площадке дежурят медики. Они проверяют состояние пострадавших. На руки каждому надевают браслеты. Спинальная травма, мобильный госпиталь. Это стадия их состояния. Зеленый, это самое легче. Желтые, червоные. Желтые средние тяжкости, червоные тяжкие. С условными пострадавшими работают психологи. Они здесь тоже учатся. По сценарию учений, в подвале здания нашли нелегальную химлабораторию. Из-за этого якобы и произошел взрыв. Становляется, какого типа химично небезопасная вещь. Проводятся другие действия. И в результате, после проведения всех работ, обязательно все люди должны пройти через кабину дегазации или деконтаминации. За учениями следят профессиональные пожарные стран Европейского Союза. Польша, Чехия, Литва, Латвия. Говорят, профессия пожарного рискованная. Идеально подготовиться невозможно. К большим несчастьям, к большим катастрофам подготовиться, конечно, очень сложно. В наши дни бывает так, что катастрофы бывают очень комплексные, сложные. И, конечно, на 100% подготовиться невозможно. Учения предлятся несколько дней. Студенты познакомятся также с работой пожарного танка. Его используют для тушения пламени на арсеналах и в лесах. Галина Якушки, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львовская область. Мариуполь празднует юбилей. Сегодня городу исполнилось 240 лет. По этому поводу здесь открыли отреставрированную Греческую площадь. Как все прошло, видела Ольга Теребинская. Когда-то административная, а сейчас уже Греческая площадь одно из любимых мест мариупольцев. Сегодня здесь не протолкнуться. Ведь только через год, а столько длился ремонт, в день города люди наконец-то увидели результат. Мариуполь это основоположник греческой диаспоры. Он начинался с этого. Поэтому это история. А историю не изменить. Очень красивое место. Центр города. Наконец-то приятно встречать людей из других городов, родственников, которые приезжают и могут насладиться кусочком современного мира именно в нашем городе. Мариуполь называют греческой столицей Украины. Представители диаспоры радуются, что теперь в их городе есть кусочек их исторической родины. Замечательно. Площадь по-европейски все. Все очень красиво. Самое главное это всю красоту сохранить еще. Хочу, чтобы наш город процветал, чтобы такие площади открывались. Еще не одна площадь. Площадь мне очень нравится. И все люди очень довольны. Мы все ждали этого открытия. Греческая площадь, конечно же, обоснована, потому что Мариуполь, это тоже не секрет, греческий город. Изначально сюда заселились сразу греки. Это уже потом появились разные национальности. Основные работы по реконструкции выполнила благотворительная организация фонд Бумбуреса. Еще в прошлом году греческий меценат Пантелеймон Бумбурес обратился к мэру Мариуполя с инициативой благоустроить любую из площадей города и приименовать ее в греческую. Мариуполь, это греческий город. И я думал, что раз греческий площадь, надо уметь и греческий площадь. Вот идею уже мы сделали. В этом районе живут 80% греки. Не только Мариуполь, больше, чем 100 тысяч людей. И жена то, здесь этот город стучит греческое сердце. Руководство города предложило реконструировать центральную административную площадь. За год на территории в 2,5 гектара появились десятки новых деревьев, филодорожка и светодинамический фонтан. На реконструкцию потратили 12 миллионов гривен личных средств мецената. Мэр города отметил, что открытие площади это историческое событие для Мариуполя. Без истории никогда не получится сильной нации. Мы гордимся нашей историей, гордимся нашими предками, гордимся теми свершениями, которые они делали во имя и во благо Мариуполя. Мы помним историю, когда 240 лет назад наш великий святой привел на эту приазовскую землю греков-переселенцев. И тогда наши земляки, проявив толерантную, солидарную позицию, основали город Марии. Инициатива мецената связана с активной поддержкой греческой диаспоры в Украине. В начале месяца при поддержке фонда в Одессе открыли греческий парк, а теперь приступят к реконструкции сквера в Волновахе. Ольга Теребинска, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Праздновали не только на востоке, в южной части страны свой 66-й день рождения отмечал один из самых молодых городов Украины. Новая Каховка. Праздничное шествие, чемпионат мира по силовому экстриму и более 500 литров ухи приготовили в честь праздника. Подробности расскажет Марина Михайловская. На площади перед мэрией Новой Каховки второй день не прекращаются народные гуляния. Хотя официальная дата основания в феврале, торжественные мероприятия проводят по традиции в сентябре. День города это прежде всего семейный праздник. И в такие моменты формуется громада. Люди понимают, что не только какие-то проблемы в стране, а можно сосредоточиться абсолютно на другом и жить другим жизнью. Как раз это и есть завдание маленьких сел, селищ, местечек, находить то позитивное, что нас объединяет. Ну, вражение, знаете, с одной стороны, знаем, что Новая Каховка умеет, как и працювать, потому что тут очень много промышлых предприятий. С одной стороны, працювать умеют, и с другой стороны, вы видите, что очень хорошо развивается культура. Свои творческие кулинарные таланты демонстрировали не только горожане, но и жители окрестных сел. Воспитанники местного лицея подарили городу символический арт-объект – лавочку примирения. Именно с нее и начнется создание аллеи любви. По задумке авторов, она должна стать местом воссоединения поссорившихся пар. И не только. А это лава примирения, заходу и сходу, чтобы наша Украина была едина, незалежна, квитуча и золота, такая, как эта лава примирения. Днепр, МГЭС и рыба. Этим прежде всего знаменита Новая Каховка. По крайней мере, ее жители уверены в том, что лучшую уху готовят именно у них. Поэтому ежегодно здесь проводят соревнования среди мастеров приготовления рыбной юшки. В этот раз в распоряжении участников было 100 килограмм рыбы, 60 килограмм картошки, морковки, сала, чеснока и масла. На приготовление выделили 5 часов. У нас есть один секретный ингредиент. Мы всегда купим вот такую червеную рыбу, которая дает очень вкусный навар. И еще один маленький секрет. Мы в конце, после того, как приготовили эту юшку, мы занурюем дровнячку с фруктового дерева. А на площади перед мэрией всех угощали кашей из топора. Блюдо из всем известной сказки пользуется популярностью горожан. Мы сделали такую идею. 5 лет започатковали тому назад. Знайшли топор. Завжди готовили эту кашу військовой и раздавали військовой. Топор был присутним завжди, потому что от него основной навар. Не обошлось и без еще одной традиции. В День города на сцене поздравляли молодоженов. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал Интер. Херсонская область. Киевская Динамо провела день открытых дверей в детской школе имени Валерия Лобановского. Родители будущих футболистов смогли побывать на тренировке и проинспектировать ремонт одного из корпусов футбольной академии. Кто из легенд столичного клуба посетил это мероприятие, узнаем от Богдана Вербицкого. Здесь был какой-то макет, по-моему. И здесь мы садились. Масло нам давал установку. Легенда киевского Динамо Владимир Мунтян вспоминает подготовку команды к игре. Рассказывает, сейчас 70-летнее здание узнать трудно, но комнату, в которой жил, помнит. Разрешите, пожалуйста, посмотреть, где я жил. Режим нарушали, только честно. Еще как. Лишнее могли выпить воды, лишнее покушать, поздно лечь спать или рано встать или как. Вот это нарушение режима. Уютные комнаты, кондиционеры и современные тактические классы. Самый старый корпус футбольной школы отремонтировали всего за полгода. Есть в нем и поистине сакральные места для болельщиков столичного клуба. В этой комнате Валерий Васильевич Лобановский жил. Ему не нужны были особые какие-то комнаты. Он вызывал сюда ребят и выиграл для нашей страны первый клубок кубков. Когда на базе мы нашу новую базу открыли, то Валерий Васильевич говорил, кому хоромы такие нужны? Значит, это не пойдет. Да, да. Кому они нужны? Как мне здесь с ними разговаривать? Ремонт здания был необходим. В футбольную школу «Динамо» пришло новое пополнение. Это было вызвано необходимостью, прежде всего, расширить количество занимающихся в футбольной школе «Динамо», прежде всего, иногородних футболистов, потому что мы провели раннюю селекцию. И в этом уже по программе Академии работает 2006 год, чего раньше не было. По новой программе тренируется и Максим. Отремонтированный корпус станет для него вторым домом. Первый, родительский, далеко от базы «Динамо». Я из Новгорода, Волуинска, Сажитомирская область. Юный футболист признается, переживает перед каждой игрой, боится подвести родителей. Новый корпус школы – инвестиция в будущее гранда украинского футбола. Я ни минуты не сомневаюсь, что будущее украинского футбола за этими пацанами. Задача, если один-два человека заиграют, то будет супер. Но я думаю, что детям будет там очень удобно и комфортно жить и тренироваться. И самое главное, их родители не будут за них переживать. Всего в детской школе имени Валерия Лобановского тренируется 450 детей. Живут и обучаются будущие «Динамовцы» бесплатно. Богдан Вербицкий, Максим Чеблин. Подробности – телеканал «Интер». В результате цунами в Индонезии погибли почти 400 человек. В пятницу жители города Палу собрались на городском пляже, чтобы отпраздновать фестиваль. Берег накрыла волна высотой до 6 метров. Цунами двигалось со скоростью около 800 км в час. На своем пути сметало все. Разрушены тысячи домов. Смертельные волны стали результатом мощнейшего землетрясения. Накануне остров Сулавеси сотрясали толчки в 7,5 баллов. И на юг Японии обрушился тайфун Трами. Ему присвоена уже вторая категория мощности. Порывы ветра достигают 200 км в час. Стихия срывает крыши домов, переворачивает автомобили, сносит, вырывает с корнями деревья. В 30 городах около 200 тысяч домов остались без электричества. 17 человек уже пострадали. В нескольких городах закрыты аэропорты, отменены почти 400 рейсов. Массовой дракой завершилась демонстрация сторонников и противников независимости Каталонии. Сегодня в Барселоне организовали марш в благодарность полицейским за их работу во время референдума. В то же время сторонники независимости Каталонии провели свою акцию. Местный совет пытался избежать конфликта, заставил организаторов с обеих сторон изменить маршрут. Однако оба митинга все равно завершились в одном месте, в центре города. Македонцы завтра будут голосовать на референдуме за изменение названия своей страны. Из-за споры по этому поводу с Грецией страна не может присоединиться к ЕС и НАТО. Недавно государство согласовали компромиссный вариант, но каковы шансы, что его поддержит народ, узнаем от Елены Абрамовича. Исторический референдум. Соломинка, который поможет стране выбраться из застоя, в котором Македония застряла на четверть века. Как только не отзываются об этом голосовании западные политики. В то же время многие граждане твердо решили его проигнорировать и не позволить изменить название страны. Это позор для нас, македонцев, и мы не согласимся с этим. Бойкот и ничего больше. Бойкотировать. Македонцы должны понять, что это вопрос нашего выживания. Утверждение, что Европейский Союз примет нас. Это ложь. В Европейском Союзе и НАТО нет денег, которые бы ожидали нас. Это утопия, мои дорогие македонцы. В течение месяца до референдума в соцсетях появлялось все больше призывов к бойкоту. Распространяли слухи, что Google исключит македонский со списка признанных языков, если поменяется название страны. Или же утверждение, что это идея от враждебных албанцев. Проголосовать за изменение названия страны македонцев приезжали агитировать и министр обороны США Джеймс Мэттис, и генсек НАТО Йенс Толтенберг, и верховный представитель Евросоюза Федерико Магерини, и даже немецкий канцлер Ангела Меркель. Я не буду вмешиваться в решения ваших граждан, но по собственному опыту могу сказать, что исторические возможности не возникают каждый день, но у вашего поколения она появилась. Не упустить возможность забрать Балканы в свою семью пытается и Евросоюз. В Брюсселе вдруг заметили влияние России и Саудовской Аравии в регионе, поэтому и включились в борьбу и напомнили о перспективе членства. Но чтобы присоединиться к НАТО или ЕС, Македонии нужно поменять название своего государства. Этого требует соседняя Греция, опасаясь территориальных претензий к греческой провинции с аналогичным названием Македония. Споры тянутся еще со времен распада Югославии и обретения независимости Македонии 1991 года. Недавно с Грецией согласовали название Республика Северная Македония. Такой компромисс не понравился националистически настроенным грекам, но власти в Афинах за. Это исторический шаг, который позволит нам получить победителей с обеих сторон. Залечить раны прошлого, проложить путь к миру, общению, сотрудничеству и взаимному росту не только для наших стран, но и для Балкан, всей Европы. Впрочем, в Скопье такой уверенности нет. В то время, как премьер страны выступает за изменение названия, президент категорически против. Противники выбрали стратегию бойкота, но в правительстве заверили. Защитят результаты референдума, даже если будет низкая явка. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское берет телеканала Интер. Как богатейшие люди планеты за день потеряли несколько миллиардов, зачем Елизавете Второй, Третьей рука и сколько каннабиса собрали британские полицейские в пещере? Обо всем этом прямо сейчас. Друзья, по несчастью, гении Кремниевой долины Марк Цукерберг и Илон Маск за день на двоих потеряли 3,5 миллиарда долларов. Состояние владельца Тесла уменьшилось на 1,5 миллиарда из-за того, что в США против него открыли дело по подозрению в мошенничестве. Глава Фейсбука обеднел на 2 миллиарда после крупной кибератаки на соцсеть. Обе новости привели к резкому падению акций компании. В Канаде осы покусали детей во время забега. Инцидент случился на днях в канадском городе Камлумпс в Британской Колумбии. Один из учеников начальной школы наступил на осиное гнездо. Пострадали 135 учеников. На место прибыли скорая, пожарные и спасатели. Несколько детей пришлось отправить в больницу. Лабиринты Дурмана. В Британии полиция обнаружила пещеру с коноплей. Подземная плантация располагалась возле города Брантфорд-он-Эйвон в графстве Уилтшир. Задержаны двое предполагаемых наркоторговцев. Внутри правоохранители обнаружили запасы марихуаны на миллион фунтов. Исследование пещеры продолжается. Итальянский ученый создал 3D принтер, на котором можно напечатать вегетарианские стейки. По структуре и консистенции они похожи на настоящее мясо. Продукт состоит из протеинного порошка, полученного из риса или гороха и компонентов морских водорослей. В Южно-Африканской республике обнаружили новый вид динозавра. Окаменелости, возраст которых 200 миллионов лет, нашли в провинции Фри-Стейт. Это была взрослая особь внушительных размеров всего около 12 тонн. Динозавр перемещался на четырех лапах, хотя большинство его сородичей из этой же группы передвигались на двух ногах. Третья рука для королевы. Британские таблоиды пишут, что у Елизаветы Второй есть специальное приспособление, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики, так как будто машет ладонью. Это перчатка на деревянном рычаге, которую Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты. Это все новости на сегодня. Приятного вам субботнего вечера и до встречи.